Друзья, дорогие слушатели, это слово сегодня я буду читать от Луки 17 глава 1-2 стих. Сказал же тогда Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если повесили мельничный жернов на его шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сей. О чем речь? Кого это надо в море утопить, в мельничный жернов ему повесить и утопить в море? А того, кто, так сказать, вот человека верующего в Господа, морщу слабого, малого, как здесь сказано, он, так сказать, делает нечто, чтобы его убрать, чтобы из его, так сказать, сердца вырвать веру, чтобы он перестал верить. Да, была айтистическая пропаганда, да, были люди, которые старались, так сказать, верующих, так сказать, убрать с лица земли, да, были люди, которые своими религиозными мероприятиями поступали так и сжигали людей, как Яна Гуса, например, или других, так сказать, святых людей. Да, были всякие-всякие люди, но мне хочется сегодня поговорить не о них, а о тех, которые называют себя верующими, но ведут себя так, что, глядя на них, не хочешь больше верить. А ты на них смотришь и соблазняешься и говоришь, если он называет верующим себя, но в нем ничего не изменилось, он, так сказать, хуже, чем неверующий, тогда это, так сказать, действует на малых, слабых верующих, плохо. Они отходят другой раз от веры, и поэтому Господь Иисус говорит здесь вот такое строгое, строгое слово. Почему? Да потому что, если он родил человека, он господин, он оберегает, заботится, он и будет помогать человеку устоять в вере, но если, конечно, слишком большие соблазны, то может и поколебаться, и отойти от Господа. Вот маленький человек, который вот только поверил, еще в нем, так сказать, зачатки всего, так сказать, доверие к Богу. Вот я прочитаю, что написано, крислооникийцам, первая глава, одиннадцатая, двенадцатая, стих, это вторая крислооникийцам. Для чего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш задел вас достойными званиям и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Вот Павел молится, чтобы те, которые стали верующими, чтобы они распространялись в свет, чтобы через них прославлялось имя Иисуса Христа. Вот как солнце в человеке, он его спрятать не может, в нем сам Иисус, в нем любовь Божия, он любит, он живет. Конечно, все это может быть не всегда так красиво, в жизни бывают трудности, бывают и сомнения, бывает все, что бывает, но тем не менее, когда ты имеешь Бога, ты с Ним имеешь самое большое богатство в этом мире. И поэтому так важно, чтобы каждого верующего, особенно в трудных фазах жизни, когда ему, так сказать, трудно помочь ему, чтобы он устоял, а не добить его, чтобы он вообще перестал быть верующим. В данном случае Иисус говорит, а лучше уж меньше жернов тебе повесить на шее, если ты себя так ведешь. Вот смотрите, как от Луки 17 глава 3-4 стих написано. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покаяться, прости ему, если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Вот такой наш Господь, вот такими Он хочет видеть своих детей, Он сам прощает всех, самых больших грешников. На кресте просил разбойника, который не знает, что творил в своей жизни, и разбой, и грабеж, и насилие, и все. Он его прощает, когда он к нему обратился с просьбой, помяни меня в царстве твоем, я вижу, какой же ты Бог. И Бог его уже прощает, Он хочет, чтобы мы прощали. Да так поступает верующий. А если дозывает себя верующий, не может простить. Если постоянно несет обиду на тебя, постоянно, так сказать, поступает так, что ты видишь, что Он поступает по-другому, и часто это приводит людей тоже к падению. Надо быть очень осторожными, чтобы мы несли свет. Потому что Иисус – это свет, это солнце этой жизни. И Он, когда вселяется в нас, потому что, когда дети Божьи взывают и просят, «Войди в мою жизнь, мое сердце, Он живет, Его верующих», то они распространяют свет, они распространяют радость в этом мире, они делают добро, они живут для самого Бога, и Бог хочет, чтобы Он через них прославлялся. Видите, людей, люди видят людей, но говорят, Бог в них, и славят имя Бога. И об этом Павел молится, вот, к исалоникийцам, и говорит, что поступаете достойно. Звание, вот это благоволение Божие в вас, и чтобы прославлялся Иисус через вас. Да, это важно, это важно. Вот я думаю даже о тех, которые женятся иногда, я уже благословлял такие пары, один верующий, другой неверующий. Но перед тем я шел с ними в беседу, проводил 2-3 беседы, и говорил, «Смотри, ты верующий, а ты неверующий». И вот эта жизнь, которая будет у вас, может привести к тому, что этот верующий станет неверующий, потому что вы уже сейчас решаете идти вместе, один в небо, а другой в другую сторону. И тогда они так всегда, «Не-не-не, я хочу, чтобы он тоже был верующий». И были случаи, что человек и второй каялся, и потом я их благословлял. Это важно, чтобы мы с теми, с которыми живем, вели их в небо, а не вели их в другое место. Пусть Господь нас благословит, и Он любит нас, и Он нам поможет быть с Ним всю нашу жизнь. Пусть Господь нас благословит, и он любит нас,